С древности люди требовали хлеба и зрелищ, но скандалы всегда были особым блюдом. В этом году кашу заварили работники русского драмтеатра. Страсти там кипели нешуточные. Увольнение худрука русского драматического театра взбудоражило весь город. Шутка лет 12 лет работы, десятки постановок, а главное – возрождение зрительского интереса к театру. Так, по крайней мере, писали актёры в обращении к главе Бурятии. Позже Минкультура прокомментировала свой шаг. Поскольку театр финансируется за счёт государственных средств, это субсидия, порядка 100 миллионов в год, нас беспокоит эффективное использование бюджетных средств. Детали беспокойства в Минкульте не прояснили. Тем временем сам Сергей Левицкий устроился в Казахский государственный театр юного зрителя. Но страсти вокруг русского драмтеатра не стихли. Причиной тому новый худрук – Вячеслав Дьяченко. Не успел он возглавить храм искусства, как тут же неудачно выразился о работе актёров. По-моему, ещё с греческих времён это такая же профессия, как и профессия женщин в древности. Потом, конечно, худрук извинился и заявил, что ничего такого в виду не имел. В общем, закончилось всё примирением, пополнением театра новыми актёрами из Москвы и постановкой по пьесе Островского. Лихорадила в этом году не только творческую интеллигенцию. Политики тоже внесли перчинку в серые будни. В начале года начался громкий процесс по делу бывшего зампреда правительства республики. Алексея Мишенина обвиняли в многомиллионном хищении на Новосибирском авиаремонтном заводе. Наказание получил четыре года условно, несмотря на то, что вернул заводу более 40 миллионов рублей. Обжаловать свой приговор пытался бывший вице-спикер Народного хорала Баир Жамбалов. Суд признал его виновным в совершении ДТП возле села Батурино. Шесть лет колонии-поселения. Но бывший чиновник не уставал писать апелляции. Впрочем, все безуспешно. Вслед за ним под статью попали и его лжесвидетели. Правда, отделались они небольшими условными сроками и штрафами. Но главной звездой местных скандалов стала Анастасия Кузовлева. За судьбой яркой, но бывшей руководительницей комитета по управлению имуществом без преувеличения следил весь город. Напомним, ее обвиняли в получении взяток в особо крупном размере. Следствие по делу обрастало криминальными эпизодами. Всезобывшая чиновница провела полгода потом под домашним арестом. Я просила бы вас не настаивать на отдачу каких-то комментариев как нею, так и на нету. В итоге Эфемида признала Анастасию Кузовлеву виновной. Наказание – 6 лет лишения свободы, но с отсрочкой до достижения ребенком 14 лет. Немало слез в этом году пролили болельщики. Отличились борцы. И не всегда победами. В начале весны на допинге попался Александр Богомоев. В его крови нашли запрещенные мельдонии. Вины спортсмен и его тренер не отрицали, но попытались объяснить причины. Половину команды коронавирус хотели. Надо было крутять организм. Они брали все в пиле подряд, в том числе и в мельдонии. Александра Богомоева отстранили от соревнований на 4 года, а скандальную эстафету подхватил другой именитый борец. Главный тренер сборной Бурятии по вольной борьбе оказался в центре скандала. Цепика Максарова задержали в соседнем Забайкале. А вместе с ним и всех его подельников. Их обвинили в мошенничестве. На границе с Китаем они создавали очереди для большегрузов. Чтобы доставить товары в срок, перевозчики обязаны были платить энные суммы. Министерство спорта сразу заявило, членов сборной республики в составе преступной группировки не было. Члены сборной команды республики Бурятия по вольной борьбе находятся в городе Улан-Удэ. На территории республики Бурятия занимаются прохождением тренировочного процесса. Новый год Цепик Максара встретит в СИЗО. Но это не самое страшное, что грозит бывшему спортсмену максимальное наказание. По статье 10 лет лишения свободы. Общественность тоже внесла свою лепту в череду скандалов. Но нередко громогласное народное возмущение помогало решать вопросы. Так, например, произошло с запретом на поцелуй Байкала. Дети в этом году проявляли нездоровый интерес к вечному огню. Подростки подкуривали сигареты, сушили вещи и даже заливали пламя. В отношении одних завели уголовные дела, других просто пожурили. Но взрослые сошлись в одном – воспитанию детей, в том числе и патриотическому, нужно уделять больше внимания. Негодование общества вызвали слова Папы Римского о жестокости бурят на спецоперации. Скандал вырос до международного уровня. То ли под давлением общественности, то ли Папа Римский осознал сказанное, но все же извинился. Буря улеглась, как и все остальные. Но как шли специи в этом плове, она оставит свой колоритный след в уходящем году. Надеюсь, в грядущем водяный кролик подготовит более диетическое блюдо. Хотя без скандалов, конечно, не обойтись. Но пусть они будут не столько болезненные, сколько назидательные. Чем больше мы анализируем ошибки, тем меньше их повторяем. КОНЕЦ КОНЕЦ